Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы в студию пригласили психолога поговорить о таких актуальных темах, которые, наверное, касаются всех. Ну, по крайней мере, родители наверняка с этим сталкивались. Я уж не говорю о том, что наши подростки, живущие в современном мире, в таком стрессовом, я бы сказал, мире, они этим грешат. Так мы сегодня поговорим о такой важной теме, как самоповреждение. У нас в гостях психолог Татьяна, ее зовут. И, Татьяна, скажи, пожалуйста, какие предпосылки, наверное, ну или как эта вообще причина видится глазами специалиста? Вообще, в целом, на самом деле, ученые выделяют три основных причины, но самое главное из них — это все-таки субдепрессивные состояния и невозможность и неумение выразить свои эмоции и чувства, непонимание, что происходит, а также отсутствие круга поддерживающего для того, чтобы как-то вот эти эмоции безопасно прочувствовать и выразить. И вот целый комплекс таких вот проблем чаще всего и вызывает в итоге начало вот такого процесса сложного, как самоповреждение. А вот это субдепрессивное состояние, оно как переводится на простой язык, может быть? Грусть, печаль, тоска, неопределенность будущего, непонятно, что делать дальше, куда поступать, какую профессию выбрать, а любят ли меня папа с мамой, а почему они развелись, или да, что-то у меня в школе происходит, плюс учителя там сверху у меня все время, будешь, значит, сантехником, будешь вот, не будешь учиться, будет все плохо у тебя, плюс очень у многих детей сейчас, да, у подростков огромное количество тревожности в связи с вот ЕГЭ, в связи с учебой, с нагрузкой, либо слишком большой, либо слишком маленькой нагрузкой, да, плюс, в принципе, ведущая деятельность в подростковом возрасте, это общение, значит, у них возникают обязательно конфликты со сверстниками, с девушками, с ребятами, с противоположным полом, без сомнений, и все это в итоге может привести человека, который не умеет правильно свои чувства выражать, или ему некуда с этими чувствами пойти, да, он может в итоге себя обвинять, потому что в основе, конечно, любого аутоагрессивного, самоповреждающего, да, поведения, лежит, конечно же, чувство вины, да, чувство стыда, и вот все это дает человеку такой толчок к тому, чтобы самому себе, себя самого наказать каким-то образом, да. О каком возрасте мы говорим? Ой, вы знаете, как говорится, все моложе и моложе становится эта проблема, или она просто сейчас более тщательно исследуется. В целом исследования сейчас активно ведутся среди студентов-учеников 7-11 классов, студентов первых курсов, и, в общем-то, показатели говорят о том, что до 20% официальные показатели, да, до 20% учеников от 7-го до 11-го класса хотя бы один раз пробовали тот или иной вид самоповреждающего поведения. Ну, это вот эти вот порезы мелкие, да, это вот к этому все относится. Или какие-то еще есть изощренные способы, о которых мы не знаем. Да, то есть здесь очень важно, очень важно, конечно, понимать, что это только на поверхности, и это в основном как раз тот демонстративный иногда способ привлечь внимание, да, нездоровым способом, который и скрывает, на самом деле, огромный-огромный айсберг того, что происходит вообще с нашими подростками. И более того, это поведение закрепляется, и оно потом и во взрослом состоянии, да, может тем или иным способом рожаться. Ну, мне кажется, вы когда говорили о том, что не хватает поддержки, а у подростков разве нет такого? Они развиты, а друг друга поддерживают, даже вот в таком, будем говорить, негативном даже проявлении, поведении. Да, они друг друга поддерживают и могут вместе, например, резать себе что-нибудь. И как раз, да, в продолжении вот предыдущего вопроса по поводу резать себе, там, да, какие-то делать насечки, да, мы скажем так, потому что это на самом деле, конечно, не порезы, такие неглубокие чаще всего, то есть это какие-то насечки. Но они остаются шрамами. Конечно, да, это шрамирование, и, кстати говоря, некоторые, также считают это красивым, в некоторых, даже более скажу вам, да, некоторых, как это, африканских странах, между прочим, это вообще считается красивым, да, шрамирование. Поэтому в целом здесь очень много вторичных выгод, так называемых, да, это может быть модно, это может быть актуально. Именно поэтому некоторые, да, подростки этим занимаются. Но если брать все-таки глубже, потому что я бы хотела сегодня все-таки осветить более глубоко этот аспект, потому что ко мне как к практику приходят люди, которые рассказывают мне совершенно жуткие, так скажем честно, прямо, да, вещи, когда молодая, красивая, успешная девушка, да, уже там где-то состоялась в чем-то, кусает себя, просто вот грызет себя буквально зубами. И это не говорит о том, что она психически больна. Ну, то есть это не психиатрический диагноз, мы должны это понимать. И здесь лечение как такового в больнице или медикаментозного не требуется, потому что она не хочет умереть, она хочет жить, да. И вот этот способ таким образом себя оживлять, между прочим, да, чувствовать себя, он ей дает возможность не пропадать из жизни, как раз наоборот дает ей возможность жить более полноценной жизнью, потому что, когда она приходит домой, она не может выразить как-то обиду, депрессию, свои какие-то грустные мысли или свою какую-то вину за неудачный какой-то там проект, например, да. Она просто вот кусает себя где-то так, чтобы это было не видно, люди этого не видят, на учебе это не видно, педагоги, никто, родители не видят, что это происходит, да. Она это скрывает тщательно, она там потом берет, все это себе замазывает, вот. Но таким образом она живет. Ну, знаете, почему-то вы мне сейчас, когда рассказывали об этом, я вспомнил такие даже религиозные какие-то практики, когда себе наносят какие-то болевые ощущения, тем самым уничижая свою плодь, говоря о том, что так дух развивается, да. А вот какие-то, может быть, действительно химические вещества, которые выделяет мозг, может быть, в ответ на все эти истязания, заставляют людей прибегать или повторно прибегать к этим способам такого самоповреждения? Да, совершенно верно. У нас в организме существуют разные нейромедиаторы, в том числе эндорфины. Так вот, когда, то есть наш вообще организм, он такой хитрый и умный, он нас бережет, собственно говоря, это же все защитные функции организма, да. И когда мы что-то делаем, то есть что-то происходит с нашим телом, автоматически начинает выделяться эндорфин, который, в общем-то, является природным опиатом. Мы, конечно, сейчас не говорим про наркотическую зависимость, тем не менее, мы говорим о том, что это вещество действительно выделяется в организме, оно блокирует болевые ощущения и дает человеку возможность расслабиться, да, то есть действительно происходит на мышечном уровне и на психическом уровне расслабление, да, человек перестает ощущать боль и начинает, наоборот, получать радость, да, получает чувство облегчения. И, в общем и целом, конечно, эти механизмы, именно поэтому мы говорим о том, что они и во взрослом возрасте потом проявляются, они, в общем-то, вызывают привыкание, конечно. Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот эту вот такую сложную схему, может быть, да, потому что, может быть, мы так каким образом перейдем, может быть, к практическим вещам, связанным с природой, с самоповреждением, а самое главное, может быть, будут какие-то советы, связанные с тем, как помочь таким людям. Да, спасибо большое. Вообще, на самом деле, мне очень нравится эта картинка, именно за счет того, что она очень такая вот хаотичная, посмотрите, да, то есть стрелочки во все стороны, и именно так бегают, да, мысли у нас иногда в голове, и особенно у подростков, когда они там продуцируются со скоростью 100 тысяч в секунду, и нет возможности их вовремя или правильно выразить, да, человек, еще будучи молодым, и не имея достаточного опыта, у нас и взрослые это не умеют делать, да, подростки тем более не умеют правильно как-то выражать, высказывать ту же самую, да, агрессию. И вот, пожалуйста, начинается, например, со смущения, да, которое возникает ежедневно, мне кажется, да, у подростков. И понятно, что если оно вдруг ляжет на какую-то почву, уже, да, как-то подготовленную, расшатанную, да, то это может приводить, пожалуйста, к чувству вины, к каким-то секретам, которые нельзя рассказать, которые стыдно рассказать, которые кажется, да, не стыдно на самом деле, а кажется, что стыдно, вот в чем беда, да, когда наши дети не могут к нам прийти и сказать о каких-то таких самых, самых насущных вещах. Потом все это продуцирует, пожалуйста, злость, да, злость это вот грусть, и они сами и пугаются этих своих чувств, конечно, то есть посмотрите, сколько здесь всяких разных ощущений. И беспомощность, и одиночество обязательно, да, то есть вообще исследования показывают, что вот именно это чувство беспомощности именно в подростковом возрасте, беспомощность перед лицом реальной вот этой жизни, хотя мы все сталкиваемся с этим ощущением периодически, но вот у подростков это развито очень сильно, потому что они не знают иногда на кого опереться, все это приводит вот как раз к вот такому аутоагрессивному поведению. И здесь еще мне хотелось бы также, наверное, сказать о том, какие все-таки способы существуют, да, какие выделяют способы самоповреждающего поведения, которые могут показаться вам, ну, новыми, или, может быть, вы знаете, видели, слышали, но никогда не думали о том, что именно это является самоповреждающим поведением. Было бы здорово тоже про это. Было бы интересно, наверное, и, скорее всего, это же касается не только вот подростков, о которых мы начали говорить вначале, но и вы говорите, что вы преподаете, и среди ваших студентов есть разные кейсы, и это люди даже выше среднего возраста. То есть такие формы поведения самоповреждающего сегодня не только молодежная такая проблема. Да, и, ну, вот как раз механизм-то он зарождается в молодежном, да, в подростковом, в младшем подростковом возрасте. А потом уже это входит в привычку, потому что человек так и не научается как-то правильно реагировать, да, у него эти деструктивные сценарии входят в его жизнь. И вот, ну, из моего личного тоже опыта приходил ко мне студент, там, в районе 30 лет человек, то есть он уже получил одно образование, заработал денег, пришел учиться на платную перспективную специальность. У него, в принципе, будущая перспектива прекрасная совершенно. И он сидит и всю нашу встречу вот так вот делает, да, я, ну, когда нервничает, я говорю, а что вы делаете? Он сидит и выщипывает, он даже не осознает, что он это делает, он выщипывает себе волоски. У него прямо здесь уже, да, такие вот прям, где борода должна быть окладистая, да, там прям проплешины такие, да, то есть вот выщипывание волос, ковыряние ногтей, особенно заусенцев, когда, мы, знаете, вот это вот подцепил и их ободрал себе, да, что-нибудь грызть ногти, да, это тоже невротические такие проявления, конечно же. Это самые, на самом деле, безобидные варианты, которые, в общем-то, больше, ну, проще всего, наверное, скорректировать просто, когда снимаешь тревожность, когда научаешься как-то с этим работать. Есть гораздо более такие, знаете, неосознаваемые методы нанесения себе, причинения себе боли для того, чтобы получить после этого расслабление, это, например, практически любой вид пирсинга, да, потому что это достаточно серьезные болевые ощущения, даже если вам поверхностно обезболили, все равно это потом может гноиться, это может, то есть и, к сожалению, опять же, вот если мы обратимся к корневым каким-то самоповреждающим историям, не хочу, конечно, прям сильно углубляться, но мне кажется, это очень важно сказать, что расчесывание ранок, расчесывание швов, ковыряние и выдавливание прыщей девочки и мальчики, вот когда вы, знаете, прям с пристрастием стоите у зеркала и давите, давите, давите вот эти свои, особенно здорово это в парах, ребята любят делать на спине, там где-нибудь друг другу подавить что-нибудь, да, понимаете, в принципе, ничего такого в этом нет, конечно, здорово, что вы друг другу помогаете или там вы как-то хотите... Обезьянки вычувствуют. Да-да-да, то есть это, в принципе, такой способ тоже друг другу помогать, да, то есть это какая-то забота, вот, но нужно здесь понимать, что это деструктивный вариант поведения, да, что это нанесение себе повреждений, потому что все это может гноиться, может воспаляться, могут происходить, то есть это может приводить к гораздо более серьезным последствиям, поэтому, опять же, не надо себя обманывать, да, то есть вы себе пытает, ну, то есть вы себе неосознанно причиняете боль и потом ваши эндорфины, которые, да, вот за счет вот этой систематической такой вот мелкой, особенно боли на уровне верхних сноев эпидермиса, они как раз вызывают очень быстрый такой выброс этих эндорфин, и... Абсолютно здоровых людей нет, есть недообследования. Вот сколько таких, будем говорить, насколько эта проблема сегодня распространена? Ну, давайте посмотрим на количество пирсинга, татуировок, да, на количество каких-то таких вот поведенческих историй, которые у нас распространены и считаются модными. И я не говорю о том, что любая татуировка является, да, средством самоповреждения, но если вы, например, да, потеряли любимую собаку, и вместо того, чтобы как-то правильно прожить это состояние, вы идете забивать, да, голову, ну, то есть забивать себе руку фотографии этой собаки, то это уже говорит о том, что ваши механизмы, возможно, работают не так, как нужно. И во взрослом возрасте, конечно, осознать, признать и пойти, да, к специалисту бывает крайне сложно. Ну, а что, будем говорить, так является альтернативой? Вот как говорят, что одной болью там заглушают, выдавливают другую, но в любом случае это борьба с болью и нанесение боли в себе. И это очень часто возвращает людей к реальности, потому что мы живем очень распространенно такая вещь, либо там грезами о будущем, либо воспоминаниями там ностальгии о прошлом, но здесь и сейчас, в реальности, мы только вот когда боль ощущаем, наверное, горе, боль, и тогда мы возвращаемся в эту реальность. Вот вы как специалист, что рекомендовали бы? Как людям самодиагностировать свое состояние, это понятно. А вот как, сталкиваясь с болью, стоит ли вообще от этих эмоций сразу же стараться избавиться? Или их нужно как-то особым образом постараться использовать, прожить, для того, чтобы перейти, может быть, на новый какой-то уровень своего развития? Очень классный вопрос, спасибо большое, потому что как раз избегание боли и приводит к, наоборот, ее продуцированию в огромных количествах неосознаваемо, и все эти механизмы, они, конечно, уже являются деструктивными. В целом, в норме мы говорим о том, что есть определенные этапы проживания любого чувства. Здесь самое главное, наверное, осознать, что мы боимся негативных эмоций, нам кажется, что они какие-то плохие, а еще нам кажется, что они нас разрушат до основания, и что мы никак не соберемся. Вот в чем страх многих людей. И вот такой страх и приводит к этой гонке, к этому кругу. Можно показать, там картинка есть такая. Вот когда речь идет о том, что мы не принимаем свои негативные эмоции, тогда как раз и заходит речь о том, как вообще принять себя в целом. И вот эта аутоагрессия, которая возникает именно в связи с тем, что мы не можем принять себя, то есть ей свойственен как раз вот такой круг, который мы сейчас можем увидеть. То есть когда мы чувствуем стыд, грусть за свои чувства, мы не можем их принять, когда нам кажется, что эти чувства какие-то неправильные, или они нас разрушат, или они какие-то вообще невероятно огромные, и они нас сейчас поглотят, например, мы начинаем испытывать какие-то душевные страдания, которые настолько уже становятся невыносимыми, что наступает просто психическая перегрузка, потому что котелок не может варить бесконечно. Потом наступает чувство паники. Здесь панику не нужно воспринимать как паническую атаку, то есть как что-то, когда мы падаем в обморок, но тем не менее паника от ощущения, как раз от этого страха, что я никогда не смогу побороть это, и как же мне вообще с этим совсем быть. И вот в таком случае наступает так называемая разрядка. Именно за счет того, что причиняя себе боль, люди получают эндорфин, они получают временное облегчение своего состояния. Но ключевое слово здесь временное, а не облегчение, потому что этот круг, он круг зависимый, то есть как только вы начинаете снова чувствовать себя хуже, чем надо, вы возвращаетесь на этот круг, потому что невозможно его разорвать, пока ты не принял себя и не разрешил себе вообще все эмоции и агрессию, которые являются таким, кстати говоря, очень мощным энергетическим зарядом для того, чтобы делать что-то положительное, созидать вообще что-то в целом. И любые наши чувства, такие даже как грусть, обида, тоска, уныние, они все имеют место быть, и они все имеют право быть, и мы имеем право их испытывать, потому что мы все люди. И самое главное здесь научиться в этом состоянии быть и не разрушаться от него. А вот эти всякого рода мелькания перед глазами у детей, в виде тиктоков, вот этих коротких роликов, это тоже попытка убежать от реальности, скрыться, не думая, может быть, о чем-то глубоком, а вот просто перехватывание внимания и все, вот этим контентом, и вроде как ты на час, на два провалился в телефон. Это защита? Ну, естественно, конечно, да, это защитное поведение, на час, на два этого очень хорошо, потому что сейчас аддиктивное поведение от смартфонов, вообще, да, зависимость от смартфонов, она сейчас очень активно тоже изучается в науке, потому что из науки переходит в практику, потому что огромное количество родителей тревожится и не справляется уже просто с потоком той информации, и невозможно не дать ребенку телефон, и невозможно потом оторвать ребенка от этого телефона. Да, без всякого скандала. Да, но так же, как и алкоголизм, так же, как наркомания, так же, как табакокурение, все это является тоже, да, опосредованными способами вреда себе и своему здоровью, и, конечно же, это абсолютно точно уход от реальности, уход от проблем, и здесь ключ, понимаете, мы лечим симптом, да, это симптом, потому что глубинная эта проблема, она совсем другая. Дело не в том, что ребенок зависит от смартфона или там кто-то курит или пьет водку, понимаете, а в том, что изначально эти люди, они попали в такое положение, когда они не доверяют миру, когда они не доверяют себе, когда они не в состоянии выразить свои чувства, когда они не могут в безопасности, да, с кем-то пообщаться. И у нас еще до сих пор, да, не до конца вот развита эта культура похода к психологу. Помимо того, что можно пойти к психологу, многие люди вообще не в курсе, что у нас есть горячие линии психологической поддержки, на которые можно, между прочим, позвонить абсолютно анонимно и поговорить о своих проблемах. Это очень, правда, важно. И люди должны знать гораздо больше о своих возможностях и о том, что даже если вдруг так получилось, к сожалению, что среди родственников, да, нету каких-то таких очень близких доверительных отношений, то всегда есть возможность обратиться к специалисту анонимно, например, да, если не хочется. А вот эти родители, как созависимых таких вот подростков, ну, потому что как бы одно с другим связано, они не продуцируют сами вот такую форму поведения, когда, ну, например, там постоянно принижают, стыдят ребенка. Вот, может быть, им тоже какой-то полезный совет мы сегодня сможем дать, потому что проблема, она не только вот, мы часто, как говорится, видим сучок в глазу у кого-то, а в своем бревна не замечаем. И самое главное, что склонны обвинять среду, кого-то еще. И в конечном итоге мы же на это не можем повлиять, на другого человека, на поведение его. Это ограничивает наши возможности, потом приводит к такому ощущению беспомощности. Может быть, и родителям мы сегодня что-то посоветуем с вами? Да, это очень важный, на самом деле, это ключевой вопрос, это, в общем-то, то, о чем тоже я говорю, потому что то, что мы видим в поведении ребенка, это симптом, и симптом, который, в общем-то, идет в основном из семьи. И когда мы хотим, чтобы наш ребенок что-то сделал или не сделал, в первую очередь нужно обратить взор на себя и сказать, а как я могу помочь? А почему меня вообще в целом волнует именно эта проблема сейчас? Как я справляюсь с той или иной ситуацией? Могу ли я поддержать своего ребенка? А в первую очередь могу ли я поддержать вообще себя в своих чувствах, в своих эмоциях? Или я тоже пытаюсь вести неосознанный образ жизни вместо того, чтобы заниматься саморазвитием, да, самопомощью, я, в общем-то, гораздо больше силы времени, а главное впустую, трачу на то, чтобы перевоспитать подростка, который уже на самом деле, то есть, ну, является, в общем-то, конечно, еще не до конца созревшей, но личностью. Что хочется сказать? В первую очередь, уважаемые родители, будьте мудрее. И знайте, что развитие эмоционального человека, оно оканчивается где-то перед походом в школу, наверное, в 7 лет. А потом эмоциональная жизнь начинает ментально подавляться, ребенку говорят, ты знаешь, ты теперь должен учиться. Квадратным стать должен, да. Три клеточки вниз, две клеточки в сторону. Ходи так и так. Потом он уже выходит в жизнь такую, когда он уже начинает подростком, в половом созревании чувствовать свое тело, получать импульсы от него, социализироваться, как-то в стае сбиваться, что это называется, там, дружить против кого-то. Но в конечном итоге все мы эмоционально недоразвяты. Поэтому в любом возрасте поход психологов, встречи с специалистом, причем вот с такими специалистами, как Татьяна, очень располагающими к себе, который может выслушать, рассказать вам о самом себе, таким зеркалом для вас стать. Вот это очень важный такой способ помочь себе, через себя, через понимание себя помочь своему ребенку. В общем, никогда не поздно развиваться. Мы вас просто приглашаем к беседе в следующей. А сегодня я хочу поблагодарить нашего гостя Татьяну за эту полезную информацию, которую она нам рассказывала. Я просто, да, хотела бы закончить, наверное, тем, что идея, знаете, и культура ненасилия, ненасилия, да, она очень важна и в первую очередь применительна к себе. Это очень здорово. Воспитывать и управлять можно авторитетом, а не насилием и болью. Спасибо большое. Очень было приятно сегодня с вами встретиться. Очень ждем вас всех.